всем привет это алекс и я рада приветствовать вас на своем канале сегодня я начинаю видео с такого вот лука без макияжа все потому что мы вместе с вами будем его делать я попробую воспроизвести один из макияжей который я носила в школу ну как один из он наверно был единственный я тогда не знала абсолютно ничего о косметике пользовалась тем что было у мамы либо просила что-то мне купить вот все было очень очень бюджетная поэтому я собрала вот такую небольшую косметичку там видите много продуктов но все потому что я даю на выбор несколько я постаралась собрать самые бюджетные и к тому же хорошие продукты которые подойдут для моей жирной кожи и так что давайте меньше болтать и вместе начинать краситься школе начала красить и наверное лет с 14-15 это просто шли там ресницы это ресницы я не красила никогда снизу и красил только кончики чтобы как-то придать такой кошачий взгляд меня никто не учил макияжу youtube а тогда не было может он и был но я по крайней мере его не смотрела начала смотреть наверно лет так 17 18 вот так уже почти когда заканчивала школу и поэтому я не буду наносить никакой праймер не что-то еще потому что я ничего абсолютно об этом не знал сегодня я бы хотела вам рассказать о трех тональных основах которые все довольны и таки является бюджетными и не все мне очень нравится первая тональная основа который я давно пользовалась она мне очень нравится это катрис я думаю катрис продается везде она очень бюджетно это у меня фото финиш очень мне нравилось легко наносится здесь очень классная помпа есть это мне новый кстати бутилек вот начну опять им скоро пользоваться вторая тональная основа это лориале думаю все вы не знаете инфайлу 24 матка видите она довольно таки под использованная у меня почти заканчивается супер средство как и это для жирной кожи мне кажется в самый раз она не утяжеляет лицо но дает такое среднее к плотному покрытию так что вот это было моим фаворитом на протяжении наверно последнего месяца и также тональная основа которая больше подойдет для сухой кожи я думаю или для нормальной это тональная основа от гош я с ней уже делала видео на моем канале оставлю ссылочку внизу если вы его не видели безумно классная тональная основа очень легкая мне сейчас кожа не проблемная поэтому вполне мне хватает этого покрытия но и также ее можно наслаивать и она очень очень классный финиш дает на лице увлажняет кожу не подчеркивать никакие шелушения так что обладательница сухой кожи смело ее пробуйте сегодня я буду наносить вот такую тональную основу от лориаль и буду наносить я это все пальцами так как кисточек у меня было совсем немного в школе когда я училась и я не знала что тональную снова можно носить кистью так что я сначала нанесу на все лицо и при помощи пальцев все это буду разносить по лицу давно не наносила тональную основу пальцами хотя это очень даже хороший способ потому что можно почувствовать рельеф кожи хорошо это все растушевать чтобы не осталось никаких границ и линии и да если вы учитесь школе и вообще когда вы наносите тональную основу старайтесь очень хорошо это все растушевывать я помню девочки из других классов видно родители не разрешали краситься они переносили с собой тональные основы красились в туалете и это было знаете такая морковная рыжая тональная основа которая шла вот так вот вокруг а уши и шеи была белая так что выглядит это очень очень смешно но сейчас я думаю у нас 21 век все смотрят youtube читают журналы у нас такой возможности не было вот поэтому все как могли стараясь сделать себя красивыми чем мне нравится эта тональная основа это тем что она сразу дает такой матовый финиш и она как бы высыхает в пудру так что ее даже можно не припудривать но я все равно это сделаю чуть попозже у меня нет консилера так что я нанесу тональную основу и под глазки естественно и также на веки под бровь причина по которой я пользовалась тональной основой школе это то что мне было очень проблемная кожа и я думаю вы все об этом знаете для тех кто еще не видел то у меня всегда здесь вот внизу есть строчка которая дает вам ссылку на видео о том как я избавилась от проблемной кожи так что я думаю тем кто страдает от акне подросткового вам будет интересно послушать мою историю услышать какие-то советы это как я избавилась от своей проблемной кожи я немножко совсем при пудрю хотя это можно не делать и из таких бюджетных пудр которые мне довольно таки нравится одна из них рассыпчатая это essence fix and matt это такая прозрачная рисовая пудра можно сказать и другая это компактная тремел стей над я думаю всем вы не знаете не знаю свободная ли она продажа у вас находится но она довольно таки бюджетная и это мне очень-очень нравится сегодня я воспользуюсь рассыпчатой пудрой и я возьму такую вот кисточку кабуки это была единственная кисточка которая была у меня в те времена но хочу вам сказать что я не знала тогда что тональную основу нужно закреплять пудрой и вообще что такое матирующие салфетки так что сегодня мне кажется я была бы более продвинутой школьницей и да моя кожа выглядела бы еще лучше что я сделаю я легко припудрю т-зону и припудрю немножко свои брови так как буду их красить школе я брови никак не оформляла потому что я ходила в салон и мне там делали форму мне их подкрашивали сейчас у меня брови тоже немножко прокрашены но что я сделаю немножко просто заполню брови так как я бы это сделала сегодня посоветую вам один очень классный бюджетный продукт один из них у меня его сейчас нету это карандаш от римель в оттенке 004 отличный карандаш очень мне нравится сейчас я как-то его забросила но как только я начала оформлять брови это был мой первый продукт и он меня устраивал на протяжении многих лет что я вам хочу показать сегодня это карандаш от art visage в оттеночке 402 такой тауповый красивый оттенок и выбирайте карандаш который идет со щеточкой на другой стороне это очень удобно можно сразу нанести карандаш растушевать что я сейчас и буду делать не буду как-то сильно прорисовывать свои брови просто добавлю маленькими штришочками немножко волосков там где в них не хватает карандаш должен быть хорошо заточен всегда следите за этим чтобы линия получалась четкая ровная как всегда я дорисую себе кончик потому что кончика брови у меня практически нету немножко добавлю здесь видите когда бровки покрашены и вам тоже советую если вам родители разрешают прокрасьте себе бровки и придайте форму если допустим у нас густые но светлые брови просто придайте легкую форму и раз в месяц хотите их прокрашивать тоже хочу сказать чтобы не спешили свои брови выщипывать как это сделала я в свое время хотя в принципе тогда были в моде тонкие брови но теперь вот как видите они мне перещипано немножко и очень трудно их отрастить былую форму также если бы на тот момент я бы знала о фиксирующих гелях я обязательно свои брови закрепила фиксирующим гелем сегодня я воспользуюсь таким вот от гош он неплохо прочесывает брови и даже придает немножко такого оттенка и дальше что я делала в школе я красила глаза ресницами естественно и у меня были такие черные минеральные тени от фаберлик я как сейчас помню они были черные шиммером но что я делаю я смачивала скошенную кисточку и прорисовывал ресничный край и потом уже красила туши как ни странно мне сохранилось две кисточки с моих школьных времен я не помню что это был за набор может это даже был essence я не помню это было очень очень давно но из от из того набора мне сохранилось только две кисточки по-моему там вода же кисть для пудры и такая щеточка для бровей для ресниц с другой стороны вот но это то что у меня выжила неплохие такие синтетические кисточки и вот этой вот скошенной я наносила именно тени так как теней мне нету никаких бюджетных я возьму карандаш я тоже так иногда делала карандаш какой-нибудь коричневый или черный я просто нанесу его на линию роста ресниц и возьму вот эту вот кисточку и его растушую немножко в такую дымку не знаю даже у кого я увидела вот так вот краситься но почему-то вот мне казалось что это будет очень красиво и да давайте прокрасим ресницы тушь который я пользовалась я помню это макс фактор тысячу калорий она мне до сих пор нравится иногда я даже ее покупаю очень бюджетная очень классная кисточка но сегодня из таких бюджетных у меня вот есть тушь от лореаль и я не буду пользоваться никакой базой просто прокрашу черной тушью и что я делаю я зачастую прокрашивала только кончики ресниц чтобы сделать их более длинными пушистыми и основное внимание я уделяла вот внешнему уголку глаза как бы оттягивала немножко реснички в стороны чтобы придать такой немножко кошачий эффект когда я училась школе естественно я не знала ни о каких хайлайтерах но если бы я училась сегодня я наверное бы все таки пользовалась хайлайтером немножко и у меня есть очень классный такой бюджетный от эльф стоил он недорого да может быть его трудно достать он продается только в интернете но он очень очень классный и давайте попробую нанести его на скулы я воспользуюсь вот такой вот кисточкой и вот так вот нанесу можно даже это делать пальцами сегодня я бы его нанесла еще и на середину века я помню точно что одна из моих одноклассниц в какой-то момент начала высветлять внутренний уголок глаза какими-то шиммерными светлыми тенями и это выглядело очень классно вот и потом пошла мода и мне кажется мы все так начали делать внутренний уголочек я тоже высветлю давайте нанесу на кончик носа мне кажется если у вас нету никакого хайлайтера здесь вполне подошли бы какие-нибудь тени немножко шиверные либо сатиновые такого оттенка шампанского я бы обязательно воспользовалась ими ну и также можно было бы воспользоваться например румянами у меня есть такие вот румяна от литуаль и я наверно возьму мою кабуки бра обычно я не пользуюсь румянами но мне кажется что это очень классно это очень круто освежает и я нанесу его так вот на скулы немножко на нос чтобы щеки не казались такими прям розовыми иногда чтобы это не было слишком розовым я смешиваю с рассыпчатой прозрачной пудрой если бы и сегодня я делала свой школьный макияж я бы также подвела водную линию светлым карандашом очень классный карандаш бюджетный есть от бию называется soft liner 690 и он очень классно подходит для этой роли в школе я почти никогда не красила губы так как у меня всегда была проблема они пересушены были трескались поэтому основном я пользовалась только бальзамом для губ тогда было очень популярно всякие прозрачные лаки например сегодня из таких бюджетных у меня есть от них называется mega shine lip gloss наверное в оттенке clear он в общем обычный прозрачный либо я пользовалась каким-нибудь бальзамом который придавал немножко оттенка и у меня такой есть от эльф кондиционер лип балм 10 spf 15 и он меня в оттеночке и свопин это вот такой вот нежно-розовый блеск я его нанесу буквально чуть-чуть сами мои губы они довольно таки бледные вот этот вот оттенок и свопин придают им немножко жизни и они не выглядят трупными и сверху я думаю я нанесу вот этот блеск так что там мой макияж подошел к концу мне кажется очень нежно подходит для школы для университета либо такой как сказать макияж без макияжа вот немножко румянца хорошо оформленные брови все что мне и нужно здесь вам понравилось это видео вы приметили для себя какие-то из бюджетных продуктов представленных сегодня моем видео и всем спасибо за внимание это было алекс до новых встреч в новых видео пока пока пока